Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, я часто говорю, что я человек очень и очень наблюдательный. Я только что вернулась из Падуи. Мои ребята пошли прогуляться, потому что еще не поздно, детей нужно выгулить, и у нас вышло солнце, хотя сегодня в Падуи было очень и очень туманно. И не удивляйтесь, что я сижу в верхней одежде, я сижу в дубленке, потому что я очень люблю проветривать. И, в общем-то, когда мы уехали, все окна были открыты, поэтому сейчас достаточно прохладно. Но мне очень захотелось поделиться с вами двумя своими открытиями, которые я на самом деле совершила достаточно давно. Но сегодня все сложилось в пазл, и я снова хочу обратить ваше внимание на такие простые вещи. Первая вещь. В одном из своих видео я сказала, что итальянки любят, точнее им нравятся, когда русские женщины одеваются определенным образом. И я привела в пример героиню Анжелины Джоли из фильма «Толи иностранец, то ли турист». Если я не ошибаюсь, в разных прокатах, на разных языках этот фильм назывался по-разному. Но в любом случае, место имело, события развивались в Венеции. Я думаю, многие этот фильм видели, он достаточно старый. И все представляют себе, как Анжелина Джоли там выглядела. Анжелина Джоли была там в основном, по крайней мере, в начале фильма, в очень узких платьях. Так называемое платье тубиной или платье футляр, как мы говорим по-русски. Безусловно, такой силуэт можно создать также при помощи узкой юбки, юбки-карандаша. Длину выбираем для себя всегда индивидуально. Нет универсальной длины для каждой из нас, потому что необходимо посмотреть, вот где должен заканчиваться край юбки, чтобы наши ноги смотрелись в особенности изящно. Но для большинства из нас это как раз-таки зона сразу под коленной чашечкой, потому что там уже всего, если там заканчивается наша юбка, либо платье, край платья, то, соответственно, мы подчеркиваем, мы обращаем внимание на то, что там у нас все очень-очень изящно. И для многих из нас это будет универсальная, оптимальная длина. Но, повторюсь, нужно все мерить, потому что какова должна быть длина юбки, либо насколько платье должно выглядывать из-под свитера, джемпера, пуловера, либо из-под пиджака, либо из-под жакета, из-под верхней одежды, допустим, укороченное пальто. Все это, на самом деле, лучше посмотреть в моменте, потому что все зависит иногда от нескольких сантиметров. Так вот, Анжелина Джоли там выглядела определенным образом. И я сказала в своем видео, что итальянки завидуют русским, когда видят русских женщин, которые умеют так одеваться. И здесь сразу скажу, что русские женщины в основном как раз таки и умеют так одеваться. Это наша сильная сторона. Мы не умеем одеться таким образом, ну, по крайней мере, мне кажется. Меня часто обвиняют, Яна, вы давно не были в России, вы не знаете, о чем вы говорите. Я, в общем-то, да, давно не была в России, но я вижу достаточно большое количество наших с вами соотечественниц, получается, русскоязычных женщин, как я говорю. Это могут быть женщины не только из России, это могут быть женщины из стран, которые раньше входили в Союз Советских Социалистических Республик. Я слышу русскую речь, соответственно, я этих всех людей, которые говорят на русском языке, воспринимаю как своих соотечественников, своих соотечественниц. И могу сказать, что я вижу достаточно русских людей, русских женщин, прежде всего в Венеции, прежде всего в Милане, в Вероне, куда я часто езжу, во Флоренцию скоро мы начнем часто ездить. Поверьте мне, я, в общем-то, делаю свои наблюдения, исходя вот из того, что я вижу, а вижу я достаточно много, хотя соглашусь, что да, давно я не была в России. И сразу хочу подчеркнуть, что когда я выпускаю видео, как одета итальянка, почему итальянки нам завидуют, чему нам стоит в итальянках поучиться, я, конечно же, сравниваю итальянок и русских, но я никогда, наверное, не подчеркиваю, что вот так должно быть и вот так лучше. Я просто показываю своим зрителям и даю возможность понаблюдать, увидеть то, что вижу я, согласиться со мной, либо не согласиться. Но я знаю совершенно точно, что для большинства этот контент и подобные наблюдения будут очень-очень полезны, как они оказались полезными когда-то для меня. И хочу поблагодарить всех зрительниц, которые пишут мне большое количество хороших комментариев под видео о стрит-стайле. Теперь, на самом деле, когда я гуляю по паду, я чувствую, я знаю, для кого я снимаю. Большое спасибо. Спасибо. Так вот, я говорила о том, что да, итальянки совершенно точно завидуют, ну уж если не большинству русским женщинам, то тем русским женщинам, которых они видят. И русские женщины одевались до недавнего времени в особенности очень и очень классически. Более того, это стиль, который мне очень близок, которым я легко владею, как и большинство россиянок, я уверена, русскоязычных женщин, как я люблю говорить. Но это стиль, от которого я отказалась. В силу того, что он не так удобен, в силу того, что он очень прост, но и также в силу того, что он очень и очень взрослит. По-другому не скажешь, иногда даже прибавляет какой-нибудь хороший десяток лет. Если женщина, 20-летняя девушка будет одета очень строго, очень классически, очень элегантно, как бы мы сказали. Это, конечно же, красиво, но то, что это прибавит ей десяток лет, это совершенно точно. Соответственно, вот такой стиль, он подразумевает лаконичность, он подразумевает узкий силуэт, женственный силуэт. Он подразумевает, ну уж как минимум, небольшой каблук, но желательно все-таки достаточно высокий. И сейчас это норма, сейчас они смотрятся вульгарно. Если мы берем 12-сантиметровый каблук, который мне очень нравится, на котором я люблю ходить, но все реже-реже его использую. Но берем толстый каблук, а не шпильку, хотя шпилька тоже смотрится очень-очень изящно, в особенности на закрытых лодочках, скромных, простых лодочках, которые подразумеваются вот таким стилем элегантным. Я, на самом деле, называю для себя этот стиль сеньоры, хотя как раз-таки итальянкам-сеньорам этот стиль не свойственен. На моем стритсталье крайне редко можно увидеть женщину, которая таким образом одета. Так вот, к чему я все это веду, дорогие мои зрительницы. Сегодня я была одета вот в таком стиле. У меня был небольшой каблук, он был толстый, на мне была вот эта дубленочка, на мне было платье, я стала блондинкой, хотя я думаю, что очень многие не видят особой разницы. Действительно, мой мастер постарался, сделал мне максимально, по всей видимости, щадящий блонд, максимально минимальное такое осветление, если так можно сказать. И могу сказать, что да, сегодня шелковый платок у меня был, все было очень-очень женственно. Обычно, когда я выезжаю с семьей, моя семья уходит сделать кружочек, фару, нджиро, и они заходят в какие-нибудь безделушки посмотреть, как это всегда бывает. А я же остаюсь снимать. Дорогие зрительницы, сколько внимания получила я сегодня, я вам передать не могу. Со мной знакомились мужчины. И действительно, вот этот стиль, я его редко использую, в основном я одеваюсь таким образом для своей семьи, для своих мальчишек, для своего мужа. В то время, когда мы выезжаем на неделю с мужем, я в основном одеваюсь по-другому. Вы видели, я много раз показывала вам это тедди пальто, и в общем-то вот это бесформенное нечто. И также я показывала, что я спортивную обувь люблю носить, потому что это удобно. И стрит-стайл я снимаю таким образом. И я на контрасте, что называется, выглядеть вот так, и выглядеть вот так, я почувствовала это внимание. И чувствую его всегда к себе, именно поэтому хочу вам об этом рассказать. Чувствую его всегда к себе, вот это мужское внимание. И на самом деле сегодня меня и в дверь везде, дверь мне везде придержали, открыли. И очень, ну я вам скажу, очень много. То есть на самом деле, наверное, человек пять попыталась со мной познакомиться. Кто-то видел, что я снимаю, останавливался, долго за мной наблюдал, потом ко мне подходил, спрашивал, что я делаю. Но я как женщина, тем более которой уже почти 40 лет, я безусловно считывала и понимала, что мужчина проявляет ко мне мужской интерес, он не просто интересуется, что я тут снимаю, фотографирую. Соответственно, дорогие зрительницы, хочу вам сказать, что да, то, как одеваются итальянки, это классно, здорово. Многие так не умеют. Кстати, скоро выйдет видео, я еще его не смонтировала, где я объясняю, так как я вижу сама, почему русские хотят выглядеть как итальянки, а итальянки часто действительно хотят выглядеть как русские, хорошо одетые русские, прежде всего русские женщины, которые предпочитают вот такую классику-классику, очень скромную, лаконичную, практически монохром. Ну, опять же, возвращаясь к героине Анжелины Джоли, это то, что я подразумеваю таким стилем. Я совершенно точно знаю, что многие русские женщины этим стилем владеют. Соответственно, я в этом видео рассказываю, почему так привлекателен стиль другой нации, для женщин одной нации. Я объясняю это для себя очень просто, посмотрите вам, если будет интересно, как только это видео выйдет. Но здесь и сейчас могу сказать, что для нас, русских женщин, совершенно точно, вот такая индивидуальность, женственность стопроцентная, это наш конек. Это то, что если уж не вызывает зависть, нам ведь не нужно, чтобы нам завидовали, правда, зависть это такое чувство, которое, в общем-то, до добра не доведет ни того, кто завидует, ни того, кому завидует. Вот это я вам совершенно точно могу сказать. Тем не менее, когда мы все-таки вызываем вот такие положительные эмоции, прежде всего, я считаю, что действительно в мире не хватает вот этого баланса. Женственное должно быть присуще женщинам, мужское должно быть присуще мужчинам. Поэтому я уверена, что мы, в общем-то, обладаем действительно каким-то индивидуальным стилем, который выделяет нас среди всех. И я могу сказать, что действительно, в который раз я убедилась, что такой стиль очень лаконичный, очень простой, легкий, что называется, в собирании образа, он привлекает очень-очень много внимания. Ты имеешь положительный, что называется, фидбэк, то есть на тебя смотрят по-другому, тебе делают комплименты, дверь открывают, тебе улыбаются, тебе подмигивают. И все это, конечно же, очень приятно. Ну, еще раз я убедилась, убедилась, что итальянцы очень любят блондинок. Я рассказывала в одном из своих видео, что когда я первый раз покрасилась блондинку, я ехала на велосипеде с парикмахерской, и я прямо вижу, что на меня внимания больше, чем обычно, когда я езжу на велосипеде. Мне сначала казалось, что мне показалось, но потом, когда я уже ездила, допустим, в машине, стоит мне осветлиться, я еду в машине, я вижу, как-то меня смотрят другие водители. И на самом деле, на мой взгляд, на любую женщину, блондинку в Италии, смотрят несколько более внимательно мужчины-итальянцы, чем на женщину-шатенку, на женщину с темными волосами. Я не знаю, чем это вызвано, возможно, есть какие-то исторические предпосылки, но в этот раз, в этот свой выезд в Паду я получила очень-очень много внимания, это, безусловно, приятно. И я желаю вам такое внимание, но если уж не купаться, это не всегда случается, и не всегда мы выглядим так классно, чтобы нам столько внимания уделили. Но все-таки иногда себя чувствуют действительно на все 100. И очень часто вот такой 100% женственный стиль, практически дресс-кодовый силуэт, единственное, что более женственная, палитра цветов, то есть либо светлая, либо любая отличная от коричневого, черного, темно-синего, действительно женственная палитра цветов. Оттенки и цвета, которые мужчины не носят, например, вот такой голубой, но редко стоишь на мужчинах, такой оранжевый, такие сочетания цветов, это, конечно же, женственное сочетание цветов. Вот если брать очень строгий силуэт, но тем не менее женственную, женскую палитру цветов, все это смешать в одном образе, мы получим, в общем-то, вау-эффект. Чего я всем желаю? Желаю всем чувствовать себя классно в своей одежде, прежде всего обращаться к тому, что мы уже имеем в нашем гардеробе, потому что очень часто для 100% выигрышных компоновок нам нужно именно потрудиться, включить свою фантазию, убедить себя посвятить 3 часа времени, провести его перед зеркалом, постараться закомпоновать хорошие ансамбли, чем отправиться на шопинг, купить только одну вещь, и потом ломать голову, с чем же ее носить. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok